но сэкономит свои силы. Следите за реакцией лошади. Вы заметите, нравится ей массаж или нет. Поглаживание имеет два основных пункта назначения. Шея и лопатка обрабатываются в направлении внутренней стороны конечности, а корпус спереди назад, поскольку в этих местах расположены лимфоузлы, ответственные за выведение продуктов обмена веществ. Целью поглаживания является расслабление лошади, прогревание мускулатуры и выведение из мышц накопившихся продуктов метаболизма. После завершения работы с задними ногами постепенно перемещайтесь снова вперед, но не прерывайте контакты с телом лошади. При выполнении любых массажных движений необходимо чередовать их с поглаживаниями, чтобы стимулировать вывод образующихся шлаков. Похлопывание. Это воздействие осуществляется ладонями, собранными в лодочку, так что указательный палец соединяется с большим. Суставы рук должны быть расслабленными. Воздействие идет от лопаток и плечей. При такой работе снимаются блокады мышц, усиливается обмен веществ, повышается температура мускула. Это воздействие не является исключительно поверхностным. Благодаря вибрации похлопывания действуют и на более глубокие мышцы. На крупных группах мышц, как здесь на крупе, можно применять большее усилие или импульс. Если у вас начинают болеть руки, значит вы неверно работаете и даже можете делать больно лошади. При правильно проводимом похлопывании возникает глубокий звук, а не хлопок. Сейчас вы услышите различия. Проверьте, как вы держите руки. Такое воздействие не следует проводить на жеребых кобылах. При похлопываниях вы также должны пройти сначала спереди назад, а затем вернуться обратно. Постоянно в промежутках делайте разглаживающие движения, чтобы дать отток продуктам обмена веществ. Похлопывание можно проводить и ребром ладони, но при этом запястные суставы остаются раскрепощенными. Такой вариант особенно подходит для мышц спины, ребер и лопатки. Закончите похлопывание поглаживаниями. Компрессия, сжимание. Сжимание осуществляется подушками ладоней и пальцев. Это ритмичные движения, сначала легкие и медленные, а затем усиливающиеся. Вертикальное давление осуществляется непосредственно на мышцу. Вы не должны проскальзывать по ее длине. Такое воздействие очень полезно для всего опорно-двигательного аппарата, так как раздражение достигает и более глубоко расположенной мускулатуры. Оно служит снятию блокад и излишней связанности подкожной клетчатки, усиливает кровообращение, ускоряет обмен веществ. Ваша лошадь покажет вам, приятно ли ей такое сжимание. Здесь показана работа с мышцами лопатки и трехглавой мышцей плеча. На ногах работают снизу вверх, чтобы вывести шлаки. Особенно это полезно для лошадей, участвующих в турнирах. Мышцы груди также расслабляются при воздействии сжатием. Если лошадь при массаже начинает зевать, это признак того, что воздействие осуществляется правильно. На задних конечностях можно применять более сильное давление. Можно использовать и две ладони. Часто удобно использовать небольшую скамейку, чтобы воздействие шло сверху вниз. Несмотря на прилагаемую силу, лошадь не испытывает боли и напротив выказывает признаки удовольствия. Нажимайте так сильно, чтобы лошадь могла расслабиться. Сжимания также воздействуют на глубокие мышцы. Круговые движения проводятся с использованием двух пальцев, большого пальца или даже кулаком. Сохраняя равномерное давление, перемещайте руку круговыми движениями по поверхности мышцы. Здесь средний палец оказывает давление, а указательный ощущает ответную реакцию мускулатуры. Так можно работать с болевыми точками или со всей мышцей, как, например, здесь, по гребню шеи. Эффективнее всего такое воздействие для снятия напряжения, уменьшения болезненных ощущений и усиления кровообращения. Следите, чтобы не растянуть себе пальцы. Окружности должны быть небольшими. Круговыми движениями можно массировать и более крупные мышцы, например, лопатку, но для этого используется весь кулак. На груди работа проводится круговыми движениями всей ладони или пальцем. При работе с ногами имеет смысл поднять ногу, чтобы дать возможность обрабатываемой мышце сократиться и расслабиться. Так вы можете выявить повреждения связки, поскольку из-за ее растяжения мышца напрягается сильнее, чтобы скомпенсировать болезненные ощущения. Массаж также проводится снизу вверх. Поперечный или точечный массаж. Такой массаж проводится с использованием двух скрещенных пальцев, большого пальца или приточечном массаже локтя. Это воздействие проводится поперек мышцы в области болевых точек. Над болевой точкой вы надавливаете на кожу и сдвигаете ее вниз. В момент обследования мы обнаружили у лошади эту болевую точку. Мы проводим рефлексологический массаж, стимулируя развитие очага воспаления. Организм реагирует на это возобновлением противовоспалительного процесса. На следующий день в зоне воздействия возникают болевые ощущения. Такое воздействие нельзя проводить чаще, чем раз в два дня и дольше, чем пять минут. При точечном массаже речь идет о 30-40 секундном надавливании непосредственно на болевую точку, чтобы стимулировать снятие блокады. Эта работа проводится большим пальцем или при глубоко лежащем болевом очаге локтем. Поверхностно ли расположена болевая точка или глубоко, вы заметите по реакции лошади. Когда воспаляется костная или хрящевая основа, соединительная ткань уплотняется. При надавливании лошадь приседает и подрагивает кожей. На голове воздействие осуществляется не точечными, а поглаживающими движениями, которые действуют на лошадь успокаивающе. Цель такого трения, в первую очередь, разбить мускульные и кожные спайки. В конце воздействия для расслабления массируемую мускулатуру нужно немного потрясти. Если мышцы слишком плотные, используйте не пальцы, а ладони. Потряхивайте мышцы, раскачивая их. Никогда не массируйте те места, где кожа лежит непосредственно на кости, например, на тазовых костях. Массаж противопоказан при острых воспалениях или повреждениях, инфекционных болезнях кожи, опухолях, а также при подозрении на тромбоз. Растяжка. Чтобы сохранить или даже улучшить подвижность опорно-двигательного аппарата, применяется растяжка, заключающаяся в как можно большем отдалении друг от друга точек прикрепления мышц. То, что лошадь выполняет при повседневной работе, не всегда является достаточным. Благодаря упражнениям улучшается подвижность суставов. Так же, как и при массаже, растяжка играет важную роль в профилактике травм и повреждений и расслаблении мускулатуры. Улучшается эластичность мышц и гибкость, что в конечном итоге положительно сказывается на общей координации. Конечность. Начните с растяжек конечность. Вытяните ногу вперед, пока не почувствуете сопротивление. Расставьте ноги пошире и встаньте подальше, чтобы не перегрузить спину, если лошадь слишком большую часть веса перенесет на ваши руки. Колени у вас должны быть слегка согнуты, спина прямая. Здесь вы можете увидеть, как лошадь сотрудничает, помогая вам при растяжке. Такое положение нужно держать от 10 до 30 секунд. Чтобы растянуть мышцы груди, встаньте сбоку и положите согнутую ногу лошади себе на бедро. Растягивайте мышцы в сторону. Вторая рука при этом поддерживает и стабилизирует путовый сустав. Будьте аккуратны, берегите свою спину, держите колени согнутыми. Переходим к растяжению мускулатуры шеи. Одной рукой ухватите запутанный сустав, другой обхватите под плечи и вытягивайте ногу назад. Если лошадь отнимет ногу, значит вы приложили слишком большое усилие. Растяжение мускулатуры бедра происходит, когда вы вытягиваете заднюю ногу лошади вперед и немного в сторону, чтобы лошадь не травмировала. Продолжение следует...